Однако, у него есть огромный минус. Много кто еще думает, что, ой, какая разница? Ну, Марина Сергеевна, ну посмотри на состав Лореаль. Скажу вам, кстати, что мне волос сушит. Я от этой вещи вообще такого не ожидала. Трэш. Вот это вещь, ребята. Микрофон, как обычно, торчит. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут где? В описании. Я сегодня с оранжевым лицом, потому что я молодец. Я очень круто знаю свой тон лица. Но, ребят, не в этом дело. Я пыталась, конечно, все сгладить. Мне повезло. Я мастера подбора оттенков. Просто хотела еще раз надеть тон Абсолют Нью-Йорк. Сегодня я вам расскажу о том, как я ухожу за вот этим вот гнездом замечательным. Почему я решила это рассказать? Много кто думает, что специальный уход нужен только за блондом. Но поверьте мне, если у вас даже в свой цвет волосы окрашены, это уже требует дополнительного ухода. За натуральными тоже надо ухаживать, но я не скажу, что как-то супер особенно, да, как за окрашенными волосами. У блонда есть свои специфики, но и у меня тоже. Надеюсь, что вам это видео будет полезно. Пью его. Я даже не знаю, как начать пояснять. У меня есть несколько, так сказать, способов, да, ухода за волосами. Потому что все очень зависит от того, какой сегодня день. Если съемочные, то это одна рутина. Если не съемочные, мне лень, то это другая. Давайте начнем с несъемочного и мне лень. Что имею в виду под мне лень? Чтобы волосы ваши выглядели красиво и хорошо, их надо укладывать. У вас выбора нет. Ну, если у вас натуральные волосы, то, конечно, не трогайте, все будет окей. Но если я не уложусь, я буду выглядеть примерно вот так. Надеюсь, что я прикрепила фото. Это то, когда я даю своим волосам отдохнуть. Зачем? И не сушу их феном, не укладываю ничем. Вот такая вот вечерушка. То есть я просто их мою. Чем я мою в такие дни свои волосы? Вот этой штукой. Лореаль и Лесеф. Да, я знаю, что много кто против масс-маркетовых шампуней. Но я раньше постоянно брала Лесеф. Это мне сестра подарила Новый год. Да, он такой весь потрепанный. Потому что есть душ. Как бы, I'm sorry. Нет. У меня есть такой шампунь и маска тоже. Вот это гиалурон наполнитель. Что-то там. Когда мне лень, короче, что-то укладывать, я намываюсь и забываю вообще про все. Какой у меня волос? Понятное дело, крашенный. Крашу я вот этой краской. Но крайний раз, то есть то, что вы видите сейчас, это окрашено вот этой вот фиолетовой от Лореаль. Крашу я масс-маркетом, потому что у меня руки пока что не дошли до более дорогих красок. Я нормально живу из Лореаль, но я как-то красилась несколько раз Матриксом. У меня он, к сожалению, очень быстро вымывался. Заодно тогда был период моего перехода, так сказать, на более профессиональный уход за волосами. Много кто еще думает, что, ой, какая разница? Ну, Марин, Сергей, ну посмотри на состав Лореаль, Лесеф конкретно, и на состав профшампуня. Состав практически идентичный. Какая разница, чем намывать свою кочку? Что я вам скажу? Разница огромная, мои хорошие. Я могу точно сказать, что это то же самое, что и в декоративной косметике. То есть состав тонов приблизительно один и тот же, ровно как и состав хайлайтеров, например. Однако идентичный состав у хайлайтеров я видела только у Make Up For Ever и у Dior. Отличие было в одном ингредиенте. Но у шампуней более-менее состав, да, один и тот же. Однако в чем разница в качестве ингредиентов? Да ладно! В этом и все дело. Сегодня я немножко нарушила свою рутину, потому что раз в неделю я использую филлер. Да, жизнь такая, не мы такие, у меня волос сам по себе, думаю, вы видели меня без укладки, он такой пушистый, тонкий, но они у меня густые достаточно. То есть у меня волос, ну, очень много, просто достались тонкие от природы. Поэтому крашу я их достаточно долго, сушу тоже долго. Но скорость сушки вообще-то зависит именно от качества вашего волоса, потому что если он у вас быстро сохнет, значит он сухой. Так вот, сегодня я нарушила свою привычную рутину, так как я делаю раз в неделю, давайте сейчас про нее и расскажу. Сегодня я использовала вот этот филлер от бренда Tasha, они мне его присылали, спасибо огромное. К нему еще шапка идет отдельно, ее надо покупать, оно еще на Wildberries. Что такое филлеры? Почти все филлеры, по моим знаниям, они гидрофобные, то есть они боятся воды, поэтому мне пришлось выйти из душа, немного посушить голову. Когда я ее просушила, здрасте, я в полотенце и какая-то немножечко сонная. Я нанесла филлеры, здесь написано, что надо нанести небольшое количество средства, но, знаете, я люблю побольше, поэтому я прям очень много нанесла. Написано, что равномерно распределяя по всей длине сверху вниз, понятное дело, но я отступила от корней, потому что мне нужен объем. Поэтому я сегодня отступила вот такое количество, примерно сантиметров, ну достаточно много. Так как у меня есть шапки для душа, я взяла обычный пакет, завернула и сидела в шапке 20 минут. Можно сидеть 10-20 минут, чтобы филлер подействовал, потому что это все-таки филлер, для него нужно тепло. У шапки есть два уровня нагрева, я поставила уровень 2 и сидела 20 минут. Я еще чуть дольше посидела, но на самом деле филлер дольше работать не будет. То есть если вы 40 минут просидите, то он останавливает свое действие на 20 минутах, поэтому смысл сидеть дольше его просто нет. Затем по инструкции я пошла и все это дело смыла. И, ребята, я сегодня сэкономила на своих несмывашках, потому что у меня филлер, я даже не стала себя приглаживать. Думаю, вы видите, что есть небольшой такой пух сверху, но здесь все в принципе ровно. Я нанесла только термозащиту, ну потому что без термозащиты на свои волосы феном лучше не нападать. И мне очень понравился результат от этого филлера. У меня липидный, есть просто два, у меня конкретно липидный филлер. И волосы стали, я не пойму, рассыпчатые, у меня здесь лак, поэтому сюда не смотрим. Вот посмотрите, волос вообще сыпучий и очень-очень увлажненный. Мне прям нравится. И мягкие такие волосы, кстати. Не скажу, что как после ботокса, скажу, что как после филлера. Я тестировала филлеры, когда еще в Китае жила, и мне они вообще не понравились, мне не подошло. Тем более, что меня раздражало, что надо с водой смешивать, что-то там наносить. Я не знала, что они гидрофобные, мне никто этого не пояснил. Что значит гидрофобные? Это то, что на мокрый волос лучше не наносить. Все-таки немножко отжать полотенцем. Но не вот так вот полотенцем трем в свою кочку, а аккуратненько выжимаем. Филлер от бренда Тоши ни с чем смешивать вообще не нужно. Он уже готовенький идет, просто нанесли, посидели 20 минут, пошли смыли, и все замечательно. Филлеры можно использовать, я думаю, не только раз в неделю, как я это делаю, но может и чаще. Если, например, вы маску не хотите использовать, кондей, хотя я это делать советую. Но раз в неделю можно филлером пройтись, и реально волосы даже как-то блестит немножко. Но из-за того, что софтбоксы светят на меня, то, скорее всего, это не сильно заметно. Даже не знаю, как вам показать. Ну, видимо, никак. Короче, филлер восстановил волос, и мне даже не пришлось использовать мои несмывашки. Потому что обычно после сушки феном я вот такая, вся торчу во все стороны, как баран. А здесь даже, я бы сказала, небольшой эффект холодного ботокса. Вот с чем я могу сравнить. Это можно делать, кстати, дома, это намного дешевле. У меня стоит банка с ботоксом, но она была намного дороже, чем филлер, даже вместе с шапкой. Я купила себе ботокс за 5 с лишним тысяч рублей. Термошапка у меня тоже от этого бренда. То есть, удобно, что вы покупаете сразу и филлер, и шапку отдельно. Она так тепло греет, кстати, зимой вообще будет прикольно ей пользоваться. Короче, результат шикарный. Это все можно дома сделать. Я обязательно, ребята, ссылки или артикул. Ну, в общем, как найти этот филлер на Wildberries. Не знаю, представлен ли он на Азон, скорее всего, да. Я все это оставлю в описании. Волосы реально шелковистые, гладкие. Просто вот его трогаешь, и аж приятно. Мне очень понравился филлер. Я им дальше буду пользоваться. Второй мой способ. Если я буду снимать, или я куда-то пойду, ну, или же я на отдыхе, то я все-таки чаще стараюсь пользоваться профшампунями. Потому что у них другие ингредиенты. Реально, когда вы начнете мыть голову профшампунем, то у вас изменится жизнь. Не с первого дня. Нет, вы увидите результат не с первого раза, но через месяц. Потому что я пользуюсь профшампунями где-то с декабря. Или, ну, я так, периодически чередовала. А сейчас я полностью перешла на проф. Почему я вас так к этому призываю? Ребят, не обязательно покупать вот то, что я покупаю, да, чай какой-нибудь. Это достаточно дорого. Здесь 355 миллилитров. Это у меня для объема. Ну, как бы... И, наверное, из-за того, что я себя прилизываю утюгом, из-за этого объем теряется. И потому что я укладываюсь так, чтобы, ну, объем был только вот на этой части. Короче, мне очень нравится этот шампунь. Хорошо отмывает. Это напоминаю чьи. Я его беру или на зоне, или на рандеву. Зависит от скидок. Конечно, я выбираю, где дешевле. Не думайте, что профкосметика это дорого. Я думаю, что это не совсем как с декоративкой. Хотя вот, например, бренд Just, декоративка у них, да, он считается профессиональным. Он не такой дорогой, как, например, Make Up Forever, Nars, там, да, они тоже профессиональные, но они, ну, будут чуть дороже, чем Just. То же самое я полагаю в уходе за волосами. Я вам сейчас тут предложу какие-нибудь альтернативы, да, ну, вместо чьи это, я думаю, это даже люкс, а не проф. Можно взять, ой, у меня подружайка, которая вот так сделает, она работает на... В клеточку такие шампуни, ну, как называются? Я не помню, я обязательно прикреплю. Здесь у него такое название еще смешное, но я фото вам вставлю. И название, конечно же. Это достаточно бюджетная профлинейка. Если вы сравните стоимость понтина, которым... Блин, я какая-то желтая, извините. Если вы сравните стоимость понтина, эльсева за количество миллилитров, которые вам дают и профессиональных шампуней, тех же самых, то вы поймете, что, ну, разница буквально там 50-100 рублей. Но никак, с чьи напоминаю, да, чьи это уже что-то более такое супердорогое. Далее, что я делаю? Я мою голову на два раза. Ну, потому что это очевидно, да, надо мыть два раза. Хотя, для многих не очевидно. Поэтому я вас не осуждаю. Моем голову мы два раза. Почему я мою два раза? Причем очень тщательно. Да и вам советую, даже если вы не укладываетесь ни на что, все равно моете два раза. Я первый раз смываю всю укладку, потому что, ну, сегодня у меня ее поменьше, да, потому что я с филером. А второй раз это, чтобы точно все отмыть. Поэтому на два раза мою. После того, как я помыла голову, соответственно, два раза. Я раньше делала как? Я брала кондей, а потом маску. Но недавно я узнала, что я жила все это время неправильно. Маска дает вашему волосу больше питательных веществ, чем кондей. Поэтому после шампуня, когда у вас кутикула у волоса, она открыта, лучше туда маску запихать, а не кондиционер. Я поменяла вот это. Очень было тяжело, конечно, изменить свою рутину. Я наношу маску после шампуня. А потом, чтобы еще лучше закрыть чешуйки волоса, я использую кондей. Здесь уже зависит от моего настроения. Поэтому начну я с маски. С маска. Абсолютно недавно я попробовала вот эту маску от L'Oreal Professional. Это мистическое масло. Такое же, как и мое масло для волос, но я про него потом расскажу. Я сдуру случайно. Ну, я же ведь не гляжу, когда заказываю. Зачем? Я купила маску для плотных волос. Она отличается от маски для тонких волос вот этим квадратиком. Здесь он красный, а для тонких он вроде оранжевый. Но мне она приходит, и я думаю, неужели паль? А потом смотрю, маска для плотных волос. Думаю, вау, замечтательно. У меня волос не плотный, но мне она подошла. Я ее очень сильно люблю. И здесь, правда, объем, ну, супер маленький. Всего лишь 6,76 тихунций. Сколько это миллилитров? А, 200. 200 миллилитров всего лишь. Это очень мало. За ту цену, за которую ее продают, конечно. Но маску я нашла еще очень хорошую. Это Estelle. Estelle, кстати, тоже хороший и достаточно бюджетный, профессиональный бренд. Мне очень нравится маска. Я ее брала в Улыбке Радуги у нас тут в Цуме, в Северодвинске. Зеленая такая, там объем огромный. Она вообще очень мне нравится. Поэтому, если вдруг у меня закончится L'Oreal, то я, скорее всего, вернусь к Estelle. Но мне нравится, что этот аромат лореалевской маски, он держится еще до следующего мытья. И так приятно идешь. О, маска L'Oreal. О, да, прекрасный аромат. Но он на любителя. Будьте осторожнее. Этот аромат не смывается с волос никак. И после маски, да, или Estelle, или на данный момент у меня от L'Oreal, к сожалению, для плотных волос, я использую кондей. Значит, здесь опять много разных опций. Я берегу теперь свой волос и использую термозащиту. Жалею, что раньше не начала этого делать. Но я недавно купила одну термозащиту. Она отвратительная. Подождите, пока идем в кондей. У меня есть вот такой увлажняющий кондей от Kerasis. Kerasus. Ну, сус. Он увлажняющий. Я его купила случайно в каком-то маленьком магазине. Я долго не могла какой выбрать и решила взять увлажняющий. Потому что у меня волос, ну, подвергается термической обработке чуть ли не через день. Плюс я укладываюсь постоянно. Это очень сильно иссушает волосы. Несмотря на то, что я использую лаки, в которых есть DME. Думаю, вы помните, что это такое. Он должен быть обязательно, потому что он меньше волосы сушит, чем спирт в составе лака. Ну, или мусса, например. Так вот, кондей. Я все сбиваюсь. У меня вот такой от Matrix. Да, он грязный. Я купила эту штуку вместе с шампунем из этой же линейки. Который, как называется, тонирующий. Ребята, он мне вообще не помог. Моей подружайке помогло. Она прям мыла у нее. Вау, темнее волос становился. Я помыла, что стало, нихера. Вообще ничего не поменялось. Поэтому я ей отдала. Думаю, пользуюсь и моя хорошая. Уход от Matrix мне, честно, не нравится. Напишите, пожалуйста, кто пользуется. Помада на зубах. Отлично. У меня есть несколько знакомых, кто и красится Matrix, и моет голову. Им все нравится. Мне же не подошло. Без понятия, опять-таки, почему. Ну, вот этот кондей. Во-первых, он... О, аромат у него даже через крышку ощущается. Такой не то, чтобы имбирный пряник. Но вот что-то такое. Написано, что он для блеска темных волос. Я не скажу, что он дает какой-то супер блестящий блеск. Я думаю, с этим сегодня филлер справился. Потому что вы можете предыдущие мои видосы посмотреть. Там я уложена, ну, стандартно. Вот с этим кондейом и чего-то никакого блеска у меня нет. Я им пользуюсь только для того, чтобы закрыть чешуйки. Он такой слабодействующий, я бы сказала. То есть, от него ни жарко, ни холодно. Второй раз я бы ни за что его не купила. Но это не отвратительная вещь. То есть, она нормальная. Но нет выполненных обещаний производителя. То есть, я не вижу блеска особого. Шампунь мне вообще не помог. Но посмотрите, моей подружайке он очень нравится. Она им моется. Ну, окей. Хотя все дело по инструкции. Мой самый любимый кондей, это вот этот. Но это не то, чтобы кондей. Это термозащита. Она мне что-то смялась, потому что в чемодане летела. Термозащита, ну-ка, давай. Не хочет. Что-то такое. 355 мл. Я всегда беру такие маленькие. Но чтобы с собой брать удобнее. Я очень часто летаю. Поэтому, ну, брать огромную литровую бадью, знаете, не очень-то и охота. Это как кондиционер, но он идет с термозащитой. У меня еще шампунь был из этой же линейки. Очень классный. Но я его обязательно использую после маски, то есть не после шампуня, да, шампунь, маска, а потом уже вот эта штука. Она действительно работает как термозащита и мне очень нравится. Я могу даже термозащитой, в принципе, не пользоваться. Мне очень нравится эта штука. Можно не покупать термозащиту, но я такая дама, которая переживает. Но я лучше еще термозащиты брызну. Воняет отвратительно, кстати. Вот эта вещь ужасная. От нее вонь каким-то клеем ПВА. Это уже у меня вторая банка этого кондея и он мне нравится. Но от него нет эффекта ни блеска, ничего. Он именно термозащитный. И немножечко волос как будто уплотняет. Но я им сегодня не пользовалась. Забыла совсем сказать про шампунь, ребята. О май гот! Есть у меня такая литровая бадья. Это Studio Professional. Я так понимаю, что это более дешевая линейка капуса. Кстати, шампунь от капуса я тоже покупала в такой литровой банке. Мне не все понравились. Особенно мне не понравился в зеленом. Думаю, вы поняли, у них не так-то много зеленых шампуней. Ну, короче, он мне не подошел. Он вообще ничего не отмывал, потому что у меня очень много укладки. Этот шампунь он тоже для объема и мне он понравился. Я использовала совсем немножко. У меня присоеду тракторист. Но мне он нравится. Он тоже объем дает. Я не скажу, что он супер как-то отличается от Чи. Но только вот Чи не так сильно высушивает. Потому что шампунь для объема, он все-таки подсушивает немножко волос. Это я так думаю. Я не знаю, правда или нет. Но в отличие, например, от гиалуронового, который увлажняет, этот прям хорошо раскрывает волос. Ну и Чи тоже. Вроде бы все сказала по шампуням и маскам всяким. Далее, когда я выхожу из душа, я не держу полотенце дольше трех минут. Хотя раньше я и 20 минут могла держать. И, блин, ходить полдня совсем полдня. Ужас какой-то. Ну нет, ладно, час могла проходить. Теперь я так не делаю, потому что создается парниковый эффект. И таким образом у вас волосы быстрее загрязнятся. Я хожу максимум 3 минуты, немножечко их так отжимаю и могу на воздухе чуть-чуть посушить. И перехожу, собственно, к укладке. Да, даже вот такую вот штуку взять надо уложить. Кстати, я недавно поняла, почему мне не идет центральный пробор. Если вдруг у вас тоже лицо такое длинное и лоб огромный, то вот этот центральный пробор, он еще больше удлиняет вас. Именно поэтому нельзя делать просто тупо вот так пробор. Потому что мне, например, да, я становлюсь похожа на капельку. И мало того, что камбала, еще и девочка капелька становлюсь. Но если вы прям хотите себе этот центральный пробор иметь, и у вас длинное лицо, ну как у меня примерно, да, мало того, что длинное, так не, ну не широкое, вроде узкое. Правда, я такая, да, крупная. Однако вы можете сделать центральный пробор и как-нибудь тут покороче состричь. Я не мастер-парикмакер, но вот я такое предположение сделаю, что длинные пряди такие иметь не надо. Надо как-то состричь, чтобы они как-то лежали так красиво. И таким образом укорачивали вам лицо, если вы уж прям хотите этот центральный пробор. Ну просто я досмотрю на людей, думаю, ну вам не идет центральный пробор, ну вы что с собой делаете? А они так ходят десятилетиями, понимаете? Я себе центральный пробор делаю только когда у меня крабик сзади и здесь такие две прядочки. Чтобы, чтобы лицо не казалось супер длинным, кстати, да. Надо же, до меня это дошло абсолютно, кстати, недавно, буквально на прошлой неделе. Ну что, как я укладываюсь? Почти всю жизнь, во всяком случае, крайне 6 лет с тех пор, как я начала сушиться феном, наконец-то. Почему раньше мне никто об этом не сказал? Что, чтобы выглядеть хорошо, надо укладываться. Я пользовалась всевозможными пенками. Это у меня пена от Taft. Я не знаю, есть ли она в России. Я ее купила в этом, в Салы Пазары, что ли? Да, в Турции. Размер для сумки тут написано. Ну, не знаю, у кого такая большая сумка у меня, например, не влезет. Ну, в портфель влезет, окей. Пена, это очень классно и здорово. Но я решила опробовать еще вот такую штуку от бренда под названием Кёна. Ребят, пожалуйста, я искала название произношения этого бренда. Это Кёна. Ну, может, и Юня, ладно, я не знаю, я Кёна говорю с недавних пор. И это штука для прикорневого объема. Ну, тут так и написано, соответственно. Я ее немножко встряхиваю. И мне очень нравится, что у Кёна почти на всех продуктах сзади идет, ну, сила, удержание, да, и блеск. Эта штука почти блеск не дает, потому что она для объема. Я так поняла, это полимерная вещь. То есть, это не то же самое, что и пена. В чем разница? В том, что если вы купили вот этот полимер, ну, не обязательно от Кёна, от какого-нибудь другого бренда, он как бы как водичка разбрызгивается, можно так сказать. А пена, она идет как пена. Надо сразу же укладываться. То есть, набрызгали, не надо сидеть ждать. С пеной можно нанести и там еще сидеть, 10 лет тусить. Ну, с пеной не надо час там сидеть, чего-то ждать, я уж преувеличиваю. Но с этими вещами лучше укладываться сразу. То есть, вы нанесли и сразу же его всушите. И таким образом он ставит волос. Мне очень понравилась эта вещь. Она лучше держит, чем пены, но пена удобнее в распределении. Да, вот так могу сказать. То есть, я пока не пришла к однозначному выводу, что мне больше нравится. Мусс или вот эта водичка. Это, короче, очень классно. Но не путайте с солевыми спреями для волос. Типа эффект после моря, да. Это разные вещи. Хотя тот тоже можно использовать для объема, почему бы и да. Какой у меня фен с собой я беру в поездке фен Джимми иногда, иногда фен Сиоми. А дома я пользуюсь тоже Сиоми, иногда Джимми, когда как. Еще, кстати, для объема я использую вот эту пудру от Капус, но крайне редко, потому что она как будто мне склеивает. Может быть, я не умею пользоваться пудрой для волос, или она для коротких причесок. А у меня, видите, длинный, ну как длинный, да. Опять-таки, смотря относительно чего смотреть. Но я не купила бы второй раз. Я до сих пор не могу ее допользовать, потому что не могу. Мне не нравится. То, что вот эта липкая потом остается, поэтому я ей пользуюсь очень редко. Ну, вы можете приобрести себе пудру для объема, если вам нравится. Это прикольно. Насыпали, у вас волос стоит, да, она держит, но вот склеивает. После того, как я нанесла мусс, или вот эту штуку для объема от Кёна, если это штука для объема от Кёна, то я стараюсь работать быстрее. Если мусс, то делаю все в своем привычном режиме. Не тороплюсь никуда. Дальше идет следующий шаг. Тут есть несколько опций. Я могу взять масло. Я знаю, что много кто против масел, но периодически я масло-таки беру. У меня это L'Oreal Professional мистическое масло, ну или же вот это кератина от бренда Катива. Я не знаю, что это написано, жидкий кератин. Тут большая часть информации на испанском. Ребята, это финишное масло. Я его использовала не по назначению, потому что я не читала что-то такое. Мне его подарила... Мне его подарила тот, кто подарила. Спасибо большое. Я им пользовалась. Тут видно, что у меня использовано достаточно много, потому что в масле 60 мл, и вот эту часть я использовала месяца за два. То есть тут расход вообще минимальный. Я не знала, что оно финишное, и я укладывалась на него. На это масло я тоже иногда укладываюсь, но у меня есть в голове такая вещь, что масло оно жарит, поэтому лучше масло не использовать. Но поймите, что в маслах, тем более в масс-маркете, ну даже вот в этих двух маслах, масло это только название. Это вообще-то, можно сказать, жидкий силикон. То есть если состав посмотреть, то тут масло будет в конце. А так это все силиконы. Мои волосы силиконы обожают. Оба масла хорошие, оба масла могу рекомендовать. И масло от Пантин тоже неплохое, но оно мне немного подсушивало. Я вспомнила название шампуня Индиго, Индиго, вот это что-то там. Вовремя вспомнила. Почему-то, когда я говорю про волосы, я сразу такая серьезная, типа, ой, надо все четко сказать. Потому что я не особо разбираюсь, видимо, поэтому. Если я не беру масло, то я беру какой-нибудь выпрямляющий крем, потому что я ненавижу, когда у меня волосы какие-то завитые. Мне это прям бесит. Они у меня от природы вьются, наверное, поэтому я постоянно хочу их выпрямить. Недавно я купила вот эту штуку, но вместе с этим спреем для объема купила вот эту. Тоже Кёна, это выпрямляющий крем. И тоже написано, сколько он там держит, уровень и блеск. Да, блеск оно дает, но я не вижу как-то на своих волосах супер блеска, того, чего я ожидаю, да, как в рекламе. Но дает блеск, окей. Это крем для выпрямления. Тоже наношу на мокрый волос. Естественно, мы пока еще не сушимся, ребята. Мокрый волос, вот эта штука немного ее. И потом, ну да, все будет классно. Эта вещь достаточно дорогая, я прекрасно понимаю, поэтому ее можно кое-чем заменить. Заменить ее можно вот этой штукой от Капус. Это у меня уже вторая банка, впервые я купила его в 16-м году, и мне он очень-очень нравился. Это считается усилитель для прямых и кудрявых волос. Насчет кудрявого метода, не знаю, не использовала, потому что я это не люблю. Но то, что он выпрямляет, это да. То есть наносите опять-таки на мокрый волос, лучше сушиться феном на брашинг. У меня нет брашинга, поэтому всем привет. Не знаю, почему нет до сих пор. И потом выпрямляете. Однако у него есть огромный минус. То есть насколько бы это средство мне не нравилось, я пользуюсь им вообще крайне редко. Тем более у меня сейчас есть вот эта штука, но это я не пользовалась давно. Ребята, когда вы ей воспользовались, не приведи вселенная, чтобы вы попали даже под мелкий какой-то грибной дождик. Или чтобы на вас какая-то там вода попала, потому что оно все поплывет. Моментально средство перестанет как бы быть сухим. Волос намокнет. И потом я однажды попала просто под дождь этой штукой. У меня был волос супертяжелый, весь в силиконе. Я вся была в этом силиконе. Даже если я мало набирала, то оно очень-очень сильно боится воды. Поэтому будьте осторожны, если вы купите. Это капус, напоминаю. Booster for straight and curly hair. Его можно купить, оно недорогое и отлично, если вы любите прямые волосы. Вообще классная штука. Но вот этот минус, дождем, отвратительно. Если я не пользуюсь ни маслом, ни выпрямляющим кремом от Кёна, то я беру шелк от Чи. Куда он у меня делся? Я нашла. Купила себе 177 мл, потому что я опробовала его. Мне Даша Каплан прислала. Спасибо ей огромное. Прислала остатки. Я допользовала. И мне очень понравился эффект. То есть оно заменяет иногда мне и масло, и выпрямляющий крем. В принципе эффект один и тот же, да. Но в то же время немного другой. Я на масло не очень люблю укладываться. Тем более, что я сегодня обнаружила, что то испанское масло оказывается финишное. Кто знал, точно не я. Шелк от Чи. Да, он мне нравится. Да, он классный. Но, извините за дым, я его не могу понять. Я неправильно пользуюсь или что. На мокрый волос наношу сверху термозащиту и сушусь. То есть если использую эту штуку, то у меня есть три выбора. Или масло, или выпрямляющий крем, или шелк. Он у меня еще протекает, кстати, когда лежит. Лежит, поэтому я его ставлю стоя, чтобы не протекал собака сутулая. Для знакомства, ребята, я вам не рекомендую покупать такую большую упаковку 177 мл. У них есть и формат 56 или 57, который я с собой в отпуск беру. Его вообще может и на год хватить, потому что это достаточно такой густой силикон. Я все равно считаю, что эта вещь просто тупо силикон в банке. Вы можете кидать, конечно, в меня томатами. Ну, состав, посмотрите, тут димитиканол, силикон на втором месте, потом идет гидролизированный протеин кукурузы, опять еще что-то там гидролизированное. Короче, это тупо силикон. Ну, я не знаю, попробуйте меня переубедить. Мне будет, кстати, интересно послушать ваши отзывы про эту штуку. Но если вы прямо очень сильно хотели, потому что достаточно, оказывается, хайповый продукт, то покупайте самую минимальную вот эту на 50 мл, потому что вы можете разочароваться. Как я пользуюсь, опять-таки, на мокрый волос? После своих манипуляций с муссом или с премиоткеной я наношу эту штуку, понятное дело, не на корни, и сушусь. И я вообще не понимаю, в чем прикол. Может, надо еще потестировать, поэтому я жду ваших отзывов на эту вещь. Давно, кстати, ей не пользуюсь, потому что она течет, блин, все в этом шелке. Однако, когда дождь или ветер, у меня укладка, кстати, на месте. Но это все заслуга лака, потом к нему перейдем. Короче, шелк противоречивый такой для меня немножечко, поэтому да, я его не понимаю. Все, я все это дело нанесла, могу на концы нанести масло, если хочу, могу не наносить. Иду в термозащиту. У меня еще есть вот такой кератиновый мист от Чи, я его вот абсолютно не понимаю, и он мне немного как будто сушит волос. Даже когда я на мокрый волос наношу, на сухой, все равно мне потом как солома такая, очень плотная. Может быть, в этом и есть эффект, волос становится плотнее, но мне вообще не нравится. Я пытаюсь допользовать, я видела в отзывах, что, а, неудобно нажимать, что неудобно. А, ну у меня руки большие, поэтому мне удобно, но можно вот так нажимать. Иногда у меня руки скользкие, ну потому что масло и вся эта плешь, поэтому да, оно выскальзывает. Так, это у меня не предъява, у меня предъява, блин, к финишу дает волосу силу. Какую силу, блин? Я вообще понять не могу. Защиту и мягкость. Волос остается шелковистым и блестящим, ну не знаю, у меня это так не работает. Короче, мне эта вещь сушит напрочь все. Если я все-таки этой хренью воспользовалась, я все равно перехожу к термозащите. Моя любимая термозащита, вот она, здесь, Гот Туби, Шварцкопф, Ангел Хранти. Знаю, что масс-маркет, я пока еще ночи не готова раскошеливаться. Тем более, что у меня кондей с термозащитой. Эта вещь очень хорошо работает, она до 227 градусов. Ребята, я вам не советую, не советую сушить свой волос на температуре выше 140 градусов и выпрямлять. Но я выпрямляю на 180. Однажды я выпрямила свой волос на 220, конечно, да, это очень быстро, но если делать это каждый день или там через день, даже раз в неделю, то со временем волос просто сгорит и все. Поэтому я выпрямляю на 180, но знаю, что лучше ниже брать температуру. Но на моем выпрямителе, от чего у меня есть настройка, типа, fine hair, medium и coarse, нормальные волосы, волосы средней плотности или среднего такого завивания и супервьющиеся волосы. Я это так понимаю. Я, короче, ставлю на зелененький, на 180 и выпрямляю. А какая же проблема с термозащитой тогда? Я, короче, недавно пошла в магнит и никакой термозащиты, кроме вот этой, не было. Это год Туби. Утяжок, эффект до 4 дней. Что здесь еще написано, термозащитный выпрямляющий, что тут у нас за звездочкой стоит, спрей для волос, 4 гладкости, мягкость волос, фиксация. Чтобы тут эти цифры из зудочки не значили, в нем 200 мл, а вот здесь тоже 200, кстати. Во-первых, я эту хрень еле открыла. Тут есть такой механизм, еле открыла, серьезно, но я его набрызгала, понятное дело, на все свои несмывашки высушилась феном, а потом еще раз набрызгала после фена на всякий случай. Подождала, чтобы он немножко подсох и стала выпрямляться. Из михи волос пошел дым. Я подумала, ну это, наверное, выпаривается вот эта вот силиконистая вещь, которая называется силы конфьюжена, чей шелка, чей whatever. Думаю, ладно, пусть выпаривается, ничего страшного. Но потом я заметила, что когда я пользуюсь этой штукой, она мне сушит волос. Как я это узнала? Ребят, у меня увлажняющий кондиционер. У меня это маска от L'Oreal. Они увлажняют волосы, понятное дело. Но когда я стала выпрямлять вот эту часть пару дней назад, я что-то затупила и провожу дальше, а у меня залом. Это значит, что волос очень-очень сухой, ему не хватает питания. И я подумала, да каким макаром, у меня все увлажняющее, все что можно, ну кроме шампуня, окей. Я грешу на эту штуку, да, с ней волос долго остается выпрямленным, но я думаю, что тут не только ее заслуга. Хотя, когда я не пользуюсь этой термозащитой и надеваю краб, у меня потом остается такая волна. А с этой нет такого, то есть она действительно держит выпрямление, но сушит трэш. Если вы ей пользовались, расскажите, пожалуйста, потому что я понять не могу. У вас такая же реакция волоса на нее, ну то есть она тоже сушит или нет, потому что мне сушит трэш. После того, как я выпрямилась, ну вот обязательно термозащита, конечно же, перед этим. Я могу нанести вот этот тупой кератиновый мист от Чи, который ничего мне не делает, опять-таки только волос сушит. И я еще обязательно использую лак. Какой у меня лак? Чаще всего это God to be. Показывать сейчас его не буду, потому что у меня новый неоткрытый там лежит. Но в крайнее время я использую вот эти два лака от Чи. Один объемный, а второй называется Helmet Head. Вот эта вещь, ребята, она, конечно, супер держит волосы. Я вам сейчас покажу небольшой видос, тут сбоку вставлю. У нас в Турции, у нас в Турции, так говорю вообще. Короче, когда я там отдыхала в этом году, неважно, там был очень сильный ветер, 22 метра в секунду. Я вышла на улицу покурить, я курить не могла, потому что просто все летело. Я летела, чуть ли не вообще трэш. Значит, я стою, у меня дует ветер и волосы поднимаются вверх. Я была вот в этом лаке. И я думаю, ну все, сейчас зайду в отель, а у меня просто будет тут трэш на голове. Я захожу в отель, у меня укладка вообще волосочек, волосочку, ничего не выбилось, все на месте. Я это грешу на лак, что это он сохранил так мне укладку. Такого никогда не было, ни с моим любимым лаком от Got2B, ни с каким-либо другим. Только вот этот при таком ветре сохранил. Еще я, кстати, участвовала, как сказать, в таком мероприятии, где едешь на большой скорости. То есть, неважно где, на горках там, да, в парке, или на мотоцикле, или на машине с открытым окном. Неважно, в каком мероприятии я участвовала. Я, значит, выхожу, и у меня все как и было. В этом плюс этого лака. Он реально шикарный, но огромное-огромное но. Он воняет просто невозможно. Он воняет так, что хочется выйти куда-нибудь подальше от него, но не уйдешь, он уже у тебя на голове. Это отвратительная вонь, однако он так держит. Тут написано Extra Firm Hair Spray. Да, это экстра, просто настолько Extra Firm Hair Spray, что он пережил дождь, ливень, вот эти 22 метра, ветром, блядь, в лицо. 180 километров вот это вот мое мероприятие пережил. Это шикарный лак, у меня слов нет. А вот этот лак называется уже Finishing Spray, только не знаю, что он там финиширует. Я его использовала для объема, но тут написано, что быстростокнущий лак средней фиксации сохраняет объем и подвижность прически защищает от флаги в течение всего дня, предназначен для всех типов волос. Ну да, он уже не держит. То есть, как вот этот называется Helmet Head, перевели как голова в шлеме, вообще трешно. Такой он вонючий, фу. Я его очень хочу купить в большом объеме, но он воняет. А вот эта вещь не так сильно воняет, но она не будет держать. То есть, если будет ветер 22 метра, все улетит и обратно уже не поставится. После лака я обязательно себя приглаживаю, так сказать. Марина Минималист, просто здравствуйте. Мое любимое средство для этого дела, это вот этот финишный крем от O.A.I. Он почти закончился, в нем 100 миллилитров. Я брала его два раза на Акули Бьюти, впервые брала, когда еще в Китае жила. Вот этот я взяла года два назад и очень-очень его берегу, крайне редко пользуюсь. В отпуске бывает, там, через три дня пользуюсь. А когда я дома, пользуюсь ему очень-очень редко, потому что его мало осталось. Я его очень люблю, он шикарно выглаживает волосы. Вообще превосходная вещь, я не нашла никакой финишный крем. Подскажите, ну, просто он называется финишный крем. Если вы знаете такой продукт, ну, не люблю слово аналог, но аналог мне бы подсказали вот этого крема, я бы обязательно купила. Я не нашла ничего похожего. Но для этих целей я купила вот эту штуку от Шварцкоп, Осис Плюс. Здесь должен быть плюс, да, он наклейкой заклеен. Это суперсильный водонепроницаемый гель. Уровень держания тут четыре. Он прозрачный, но имеет голубоватый оттенок. Он очень-очень липкий, я его вот так вот наношу. И себя аккуратненько приглаживаю. Могу сейчас, кстати, вам это продемонстрировать. Финишный крем от ОУАИ брать я не буду. Мне его жалко, честно. Очень приятный аромат геля. Я вот так беру и прикладываю, прикладываю, приглаживаю свой пух. Особенно тщательно я прохожусь вот тут, внизу, чтобы концы, так сказать, запаять. И все. Беру вообще абсолютно немножечко. Зато я приглажена. Не надо вот эти лайфхаки с лаком и щеткой делать. Мне так очень удобно. Кстати, расческа у меня Tangle Teaser. Мне подарили. Спасибо большое, если еще мой контент смотрите. Мне приятно. До сих пор пользуюсь. Ну вот, такая вот вечерушка. Вот так я ухаживаю за своими волосами. Да, это требует теперь намного больше времени, чем это было раньше. Извините, что микрофон видно, я не знаю, что с ним делать. Это временные препятствия. Конечно, можно дальше мыть волосы шампунем и кондеем и жить хорошо. Но не надо ждать, что ваш волос будет выглядеть красиво. Тем более, если он окрашенный. Тем более, если он подвергается термической обработке. То есть, просто помыв шампунем, кондеем и высушив феном, ну, вы особо результата не получите. Еще попробуйте вот эту штуку, да, когда маска используется после шампуня, а не после кондиционера. То есть, шампунь маска кондей. Так вы увидите очень хороший результат, тем более, если вы укладываетесь на фен. Несмывашки обязательно нужны. Ребята, я опять-таки понимаю, что профуход, даже вот капус тот же самый, это дорого. Но это дешевле, чем лечить потом свои волосы, да, ну или мазать на них кератин какой-то. Я раньше часто делала кератин и не скажу, что это как-то супер помогло. Мне это просто визуальный эффект. Надо пить витамины, конечно же, пользоваться хорошими средствами. Но, опять-таки, пересчитывайте стоимость за миллилитр, как и в декоративной косметике. Я понимаю, что купить сразу же всю линейку хода чьи инфра, например, я не говорю про чей объем, я говорю именно вот чьи инфра. У них там что? Шампунь, кондей, шелк, вот этот спрей. Не покупайте, пожалуйста, себе это кератиновый, от него вообще толку нет. Как будто просто водой из-под крана побрызгались, хотя он тоже воняет, ровно как и кондей. Маску, я не знаю, есть ли в этой линейке маска. Это будет очень-очень накладно. Даже купить Матрикс, шампунь для окрашенных волос, обязательно, если у вас волос окрашены, потому что что нам вымывает пигмент? Шампунь. Маску для окрашенных уже можно не покупать, а то, по моему мнению, тупо маркетинг. Ну и бальзам, слэш, кондиционер, соответственно, тоже маркетингом, я считаю. А что я пальцы-то начала загибать? Я уже и забыла. В общем, Матрикс, да, шампунь, бальзам, маска. Маска от Матрикс, кстати, чудесная. Мне очень понравилась. В принципе, как и Лореаль. Вот это с маслами. Я тогда, помню, купила шампунь, конди и маску. Это было, ну, очень дорого. Поэтому я начала медленно переходить на более дорогой уход. То есть, я не сразу купила всю линейку Чи. Да, я купила шампунь, конди, вот этот тупой спрей с кератином, и мне досталась еще мини-версия. Ну, в наборе оно все шло. Мини-версия шелка. Это было дорого. Это стоило мне около 7 или 6 тысяч рублей, я не помню. Не надо сразу покупать всю линейку. Вы можете в этом месяце приобрести, например, конди. Мне его хватает. Мне. Нет, ну, у меня длина короткая на 2 месяца. Тут 355 мл на 2 месяца, потому что я периодически чередую. И мою голову я не каждый день, каждые 2 дня, иногда 3. Все зависит от съемок, ну, и по мере загрязнения, понятное дело. Однако, когда я в отпуске, там я хожу на море каждый день, поэтому я мою голову там, к сожалению, каждый день. И укладываю тоже каждый день. Потому что, как-никак, морская вода все равно попадает на волос. Вы можете купить, например, в этом месяце вот эту штучку от Матрикс. Здесь 300 мл, хватит ее надолго. В другом месяце несмывашку. То есть, поймите, что несмывашки, они кондиционер, например, несмываемый, хотя у меня такого нет. Оно расходуется в разы дольше, чем тот же самый шампунь или маска. У меня вот маски вылетают вообще очень быстро, потому что я много наношу. Волосы должны купаться в маске и в бальзаме. Ну, или в кондиционере, какая разница, одно и то же. Так вот, одну несмывашку вы можете тратить целый год. То есть, вы вложились в несмывашку один раз, в хорошую, а не в крапиву, блядь. Мыть волосы крапивой, поливать и, например, дегтярным мылом, ну, это же дубильное вещество. Бабушки наши раньше так делали, и все, да, блядь. Я всегда говорю, для кого придумали химию? Химия, химия, вся зло по синее. Понятно? Что вам дубильное вещество сделает? Крапива, да, это ведь, я не знаю, наверное, ошибаюсь, но дегтярное мыло, это точно дубильное вещество. Что оно сделает? Что? Ничего. Если у вас волос растет на 1 см в месяц, то, ну, пейте, витамины будут расти на 1,5 см в месяц. Если на 1,5 см растет, то, да не будет у вас волос на 6 см в месяц расти. У меня раньше был рост, наверное, 1,2 см, а сейчас 1,5 см. Ну, потому что я витамины, блядь, пью. Очень-очень быстро все отросло, это вот с декабря. 4 месяца, блядь. Так что вот, ребята, если у вас нет бюджета на супер какие-то дорогие люксовые там штуки для волос, да не надо. Просто какой-нибудь проф, тот же самый Indigo Style, Indigo, whatever. У них шампуни хорошие, хоть они и недорогие. То есть не надо брать люкс, если позволить не можете. Не надо тратить деньги, которых у вас нет, на вещи, которые вам не нужны. И не надо пытаться впечатлить людей, которых вы ненавидите. Никто не удивится из-за того, что вы скажете, что вы моете голову шампунем чаевсем, но зато вашим волосам нет. Поэтому нет средств на чип. Понимаю, оно еще не всем подходит. Подберите себе что-то из капуса. Матрикс это уже подороже будет. Вот Studio Professional. Очень тоже хорошие вещи. Не обязательно, напоминаю, не обязательно брать люкс. Я говорю, я раньше лореалем пользовалась, все было окей. И термозащиту не использовала. Но у меня волос был очень-очень сухой и пушистый. Я вот сейчас отрастила то, что я переходила целый год на проф. И мне нравится результат. То есть даже если я просто помою голову, высушу ее на воздухе, да, оно будет виться, но оно хотя бы не такое сухое, как было раньше. Я очень долго отращивала волосы после того, как перед Китаем, перед второй поездкой в Китай, и жутко их испортила. Я рада тому, что у меня отросла вот такая вот вечерушка. Так вот я ухаживаю за своими волосами, ребята. Не забывайте, пожалуйста, про филлер. Это важная вещь в этапе ухода за волосами. А я пойду. Чем вы моете свою голову? Скажите мне, пожалуйста, чем вы укладываетесь? Используете ли вы народную? Все, я не могу. Ладно, не буду говорить тут свое мнение по этому поводу, потому что все мы разные. Кому-то, может, и подходит крапива, собранная в полнолуние, действеницами скандинавскими, а мне не подходит. На самом деле вам тоже не подходит. Не надо. Не надо. Не тратьте время. Ни свое, ни скандинавских действениц, которые в полнолуние, блядь, эту крапиву вам собирают. Химия придумана для нашего комфорта. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо, а понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк, оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм, потому что... А там вот я рассказывала, как я ухаживаю за своими волосами очень давно еще. Это в начале марта. Нет, марта 15-го. Могу ошибаться. Ну, короче, там был пост. Всех люблю. Всем пока. Уже два года прошу на день рождения, чтобы кто-то подарил мне очиститель для камеры. Нет обещанных требований. Нет обещанных... Нет выполнений. Кстати, шампунь от Капус я тоже покупала в такой литровой хрине. Кстати, шампунь от... Кстати, шампунь от Капус я тоже... Я себе центральный пробор делаю, только когда у меня... Я себе... Кстати, еще для объема у меня есть вот такая пудра для объема на волосах. Там был огромный ветер, очень сильный. Там был очень сильный ветер, 20... Там был очень сильный медь. Там был очень сильный... Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надела мое лицо и понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и поставить свой... Блядь. Окей, мы закончили. Ебой. Я совсем забыла. Забыла сказать. О!